Вчера 24 января 2018 года Номер 1 к пункту 6.1 В котором украинские моряки Находящиеся сегодня в СИЗО В Российской Федерации Названы военно-пленными Поправка была проголосована Тем не менее В предварительном тексте Самого документа Именно формулировки Формулировка первоначальной правки Засчитываю Как военно-пленным в соответствии с положением Международного гуманитарного права Была заменена формулировкой Согласно соответствующим положениям Международного гуманитарного права В частности Женевской конвенции Как бы там ни было Прямого упоминания о статусе военно-пленных нет Зато есть упоминания о Женевских конвенциях Это три конвенции Среди которых Третья Она как раз таки и определяет статус военно-пленного Естественно Что в российских средствах масс-информации Уже вчера В том числе в российских шоу Начали обсуждать эту тему И среди прочего говорили Что в принципе возможно Она относится к конвенции номер два Которая называется Конвенция об улучшении участи раненых Больных и лиц Потерпевших кораблекрушение Состава вооруженных сил на море Теоретически Ссылка документа по СЭ Она относится и ко второй И к третьей Женевским конвенциям Но вопрос Возникает вопрос Вопрос заключается в том Все таки Есть ли фиксация статуса Военно-пленных у украинских моряков И почему это важно Отдельно эту тему В более коротком видео Я обещал рассмотреть И даже делал соответствующий опрос у себя В фейсбуке И тут на страничке в ютубе Большинство сказали Что это стоит Итак Вопрос статуса военнослужащих Которые были захвачены Во время конфликта В акватории Черного моря Недалеко от Керченского пролива Он действительно критично важен Почему? Потому что если это военно-пленные То Даже очень простой пример То во-первых Судить их гражданским судом Российская Федерация не имеет права Потому что конвенция О защите военно-пленных Она предусматривает Что военно-пленные могут судиться Военными судами Либо гражданскими Лишь в том случае Если законодательство Страны где они находятся Придусматривает Такую возможность В России нет Поэтому Если это военно-пленные Их судить нельзя Судить гражданским судом И скорее всего судить за незаконное пресечение границы нельзя. Если это обычные люди, то соответственно с законодательством Российской Федерации можно и нужно. Ну что ж, поскольку украинские моряки и два сотрудника службы безопасности Украины находятся в Российской Федерации, дальше я буду опираться на российское законодательство. Либо же на международные документы, которые были подписаны, ратифицированы российской стороной и соответственно являются частью российского законодательства. И согласно основных норм и международного права и национального, если какой-нибудь нормативный акт противоречит ратифицированному международному соглашению, действует международное соглашение. Итак, первый и основной тезис, который говорят, обсуждая тему военнопленных, это то, что Украина не объявляла войны Российской Федерации, Россия не объявляла войну Украине, нет войны, нет военнопленных. Действительно, слово война, оно используется в основном в украинских средствах массовой информации и с точки зрения международного права, с точки зрения международных документов, этот тезис он уничтожен, потому что нигде в международных документах его не было. С другой стороны, второй тезис, который активно используется, это агрессия Российской Федерации против Украины. Россия этого не признает, на международных площадках, как надо отметить, должное также не признавалось до конца 2016 года. В 2016 году в той же самой парламентской ассамблее Совета Европы была проголосована резолюция, если не ошибаюсь, 31 октября 2016 года, где было сказано про агрессию Российской Федерации против Украины. Именно с этого момента и факт агрессии, и определение агрессии перешло в другие международные документы, в частности, на площадке Организации Объединенных Наций, в документы Европейского Союза, в документы НАТО. Ну что ж, вернемся к такой вещи, как военнопленное. Если нет войны, если Российская Федерация не признает агрессией, что произошло в акватории Черного моря? В акватории Черного моря применение силы по отношению к вооруженным силам, либо вооруженным группам другого государства квалифицирует, если применение силы пограничной службы, если там использовалась только сила пограничной службы Российской Федерации, это квалифицируется как пограничный конфликт. Сейчас я засчитаю определение пограничного конфликта в трактовке сайта и в трактовке глоссария и словаря Министерства Обороны Российской Федерации. Пограничный конфликт – это разновидность межгосударственного вооруженного конфликта, вооруженное противоборство на государственной границе или приграничной зоне пограничных, а иногда военных формирований сопредельных государств, ограничен по целям, масштабам применения вооруженной силы, пространства, размаху, однако нередко перерастает в крупные военные столкновения. Таким образом, теоретически, если мы говорим о применении силы со стороны военно-морского флота Российской Федерации, самолетов вооруженной силы Российской Федерации и пограничной службы, мы имеем дело, скорее всего, с агрессией. Хотя тоже можно представить это как пограничный конфликт. Если сила и оружие применялось включительно пограничниками, то имеем, скорее всего, пограничный конфликт, а не агрессию. На этом моменте мне из Российской Федерации, скорее всего, зааплодируют. Ура, вот, наконец-таки, злобные укры признали нашу правоту. Прекрасно, господа, хорошо, даже допустим, что это так. Потому что, касательно агрессии, есть более серьезные вещи, которые уже доказаны, в том числе, российским законодательством. Но обратимся к статье 2-й, 3-й Женевской конвенции 49-го года об определении военнопленных. Теперь читаю. Настоящая конвенция будет применяться в случае объявленной войны или всякого другого вооруженного конфликта, возникающего между двумя или несколькими высокими договаривающимися сторонами. Даже в том случае, если одна из них не признает состояние войны. Теперь смотрим, снова-таки, определение пограничного конфликта. Разновидность межгосударственного вооруженного конфликта. То есть, военнослужащие, захваченные даже во время пограничного конфликта, являются военнопленными. Самое интересное, что Советский Союз, он подписал и ратифицировал 3-ю Женевскую конвенцию. Правда, там, естественно, с несколькими оговорками, которые касались, в первую очередь, участия нейтральных государств в мониторинге состояния военнопленных, в обмене и так далее и тому подобное. То есть, согласно российского законодательства, согласно взятыми на себя обязательствами России, захваченные украинские моряки подпадают под категорию военнопленных. Теперь говорить, почему это важно. Почему это важно и почему для украинской стороны необходимо и дальше продолжать эту тему. Естественно, говорить о том, что сейчас Российская Федерация быстро признает моряков военнопленными, прекратит судебное разбирательство, будут говорить об обмене, но это, мягко говоря, наивно. Об этом рассуждал в недавнем видео, по результатам которого, кстати, снимаю этот ролик. Но есть другая вещь, почему статус военнопленного критично важен. Первое. Если украинская сторона подтверждает статус военнопленного, это подтверждает и усиливает тезис Украины о межгосударственном характере конфликта в Крыму и на востоке Украины. То есть мы имеем дело о вооруженном конфликте, об агрессии России против Украины. А это, в свою очередь, дает аргументы в спорах и обсуждениях даже в вопросах о регулировании на Донбассе. Потому что, если Российская Федерация признается стороной конфликта, то есть если есть конфликт, есть сторона конфликта, то в таком случае, даже имея право в этом совбезе ООН, Российская Федерация ограничена возможность влиять на формат, на принятие формата, на голосование и даже на участие возможной миротворческой миссии на Донбассе. Это то, что нужно Украине. Второе. Наличие военнопленных, которые взяли в плен у берегов Крыма, потому что это было в акватории Черного моря у берегов Крыма, возвращает в сферу активного обсуждения вопрос, чей Крым? Вопрос аннексии Крыма. И это уже вторая неприятность для российской стороны, потому что российские политики, российский МИД приложили немало усилий для того, чтобы вопрос Крыма вывести за скобки обсуждения и регулирования в Украине. То есть получается, что то, над чем они работали начиная с 2014 года и в чем, в принципе, надо признать, достигли определенных успехов, оно летит от тарары. Тоже неприятно. И, наконец-таки, третье. Создание более простого, благоприятного фона для возможных эксцессов в будущем. Потому что, ну, увы, тут я буду пессимистом, но война России и Украины в горячей либо холодной фазе, это все-таки надолго, скорее всего. А значит, есть вероятность, что могут появиться военнопленные с обоих сторон. Если такое появляется, то, и если был уже прецедент признания одной группы лиц военнопленными, то в таком случае это облегчает участь людей, захваченных в том числе, касательно обмена и всего остального. Поэтому, на мой взгляд, задача, одной из приоритетных задач украинских политиков, украинских дипломатов, несмотря на выборы, несмотря на все остальное, в ближайшее время являются усилия по тому, чтобы формулировка и определение статуса захваченных моряков как военнопленных спокойно перешла в документы других международных организаций. Чтобы это стало единственной, возможной, единственно допустимой формулировкой касательно этих лиц на международном уровне. Ну, если говорить дальше, то дальше, в принципе, естественно, что Российская Федерация будет до последнего не соглашаться с форматом, Российская Федерация будет пытаться каким-то образом противодействовать. С другой стороны, Киеву надо готовиться рано или поздно к возможности обмена, и как бы там ни было, как бы цинично это ни звучало, про что я уже говорил в предыдущем видео, на которое ссылаюсь, это готовить обменный фонд. То есть, в том числе, проводить мероприятия по задержанию тех лиц, которых можно обвинить, которых уже украинское следствие обвиняет в агрессивных действиях, в участии войны на территории Украины. Чтобы можно после того, как Российская Федерация все-таки пойдет на попятую, рано или поздно она это сделает, спокойно провести обмен. На этом у меня все. Если видео понравилось, лайкайте, расшаривайте, расшаривайте за поребрик, комментируйте, потому что в спорах разжидается истина. Пусть я не часто отвечаю на комментарии, но поверьте, все их читаю. И, естественно, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго! Продолжение следует...